Доброе утро, амурчане! Доброе утро, устраивайтесь поудобнее, собирайтесь на работу и мы вам поведаем о том, что россияне рассказали, сколько денег им нужно в месяц для нормальной жизни. Семья из трех человек, как выяснилось, должна зарабатывать, ну большинство человек так решили, должна зарабатывать около 86 тысяч рублей. Опрос проводился в разных регионах нашей страны, всего работники холдинга «Рамир» спросили полторы тысячи человек. 20% россиян заявили, что им в принципе для нормальной жизни, для семьи из трех человек хватило бы бюджета от 60 до 90 тысяч рублей, еще столько же, 23% чуть больше, сказали, что им в принципе нужно от 90 до 120, чтобы нормально себя чувствовать. А вот 18% опрошенных рассказали, что им было бы достаточно для семьи из трех человек на месяц от 45 до 60 тысяч рублей. Но были еще и те, кто сказал, что вполне хватит и 30, так ответили 4% респондентов. Интересно, что 2% опрошенных сообщили, что им хватит и 20 тысяч рублей. Ну это очевидно не наш регион. Помечтали, поговорим о серьезном. Что вас ждет в нашем сегодняшнем выпуске, расскажем. А сегодня мы объявим о начале нового конкурса и обозначим его условия. Напомним, что происходило в этот день в 2014 году в Благовещенске. Проведем опрос на улице на тему, за что вас наказывала мама в детстве летом. Покажем сюжет про молодых фермеров, которые на молоке делают бизнес. Сверим планы со звездами. Пообщаемся с директором Амурского колледжа строительства и ЖКХ. Он расскажет о приемной кампании и ремонте в учебном заведении. И весь эфир приправим обзором социальных сетей. Но для начала хотим, чтобы вы, как всегда, ознакомились с самыми актуальными событиями Амурской области в эфире новости. Мы с Машей ждем вас здесь же через 10 минут. 6 июля 1785 года Конгресс США постановил назвать американскую валюту долларом. Именно тогда появилось это название. Внешний облик бумажного доллара всегда постоянно менялся. Но вот в 1928 году появился окончательный вид, тот, к которому мы, собственно, привыкли. Да, и дело в том, что тот доллар, который мы все знаем, его дизайн предложил российский эмигрант, художник и Тиосов. И звали его Сергей Макроновский. Кто такой Тиосов, спросите вы? Тиосов занимался изучением оккультных наук. Так вот, почему с долларом что-то не так. И вот, да, значит, доллар назвали долларом именно в этот день, 6 июля. Также 6 июля, но в 1924 году в нашем с вами регионе, в Амурской области, завершилась первая губернская спортивная олимпиада. К сожалению, о ее результатах, о ее участниках ничего вообще не известно. Знаем только, что была такая. Вообще очень интересно, да, в каких видах спорта в 1924 году в Благовещенске проводилась олимпиада. Вообще еще интереснее, конечно, кто ее выиграл. Ну, о событиях современной истории узнаем из нашей постоянной рубрики, которая так и называется «День в истории». В 2009 году в Свободном прошли финальные соревнования 12-й спартакиады городов Амурской области. Главный трофей в очередной раз завоевала сборная Благовещенска. Медали, грамоты и зачетные очки разыгрывались в легкой атлетике, футболе, пулевой стрельбе, гиревом спорте, баскетболе и волейболе. В двух последних видах проводились мужские и женские первенства. В копилке сборной Благовещенска оказалось 15 командных наград высшего достоинства из 20 разыгранных. В 2011 году в региональном сосудистом центре стали проводить уникальные операции по установке стендов на коронарные сосуды. Ранее подобные оперативные вмешательства делали только в крупнейших клиниках в центральных регионах страны. На начало года было выполнено пять операций. Ранее больные с инфарктами и инсультами были обречены на инвалидность. Теперь же они получили второй шанс. Все операции проводятся бесплатно. Средства на эти цели выделены из регионального бюджета. В 2012 году в судебной тяжбе между покупателями чагиринских земель и конкурсным управляющим обанкротившейся фирмы «Россия» была поставлена точка. В этот день апелляционный суд признал право собственников на ранее приобретенные ими участки. Разбирательство продолжалось более двух лет. Все это время 66 человек пытались доказать свое право на ранее приобретенные ими у фирмы «Россия» земельные наделы в районе чагиринских полей. Однако после банкротства России конкурсный управляющий компаний попытался оспорить право на землю и вернуть ее в собственность. Понадобилось пять судебных разбирательств, чтобы доказать право на землю. В этом году в областном центре Приамурья появилось новое спортивное движение. Участники сообщества «Стритворк Благо» исполняют акробатические трюки на турниках. Современная мода на воркаут пришла с запада. До недавнего времени считалось, что заниматься на турниках может лишь профессиональный спортсмен. Однако все движения построены на простых упражнениях – подтягиваниях, отжиманиях, приседаниях и наклонах. В этот день в 2013 году в районе Центральной набережной Благовещенска собралась группа граждан КНР из 25 человек. Прибывшим полицейским они представились работниками одного из предприятий города. Китайцы пожаловались на работодателя, который якобы нарушает договор, касающийся выплаты им заработной платы. Полицейские совместно с представителями Федеральной миграционной службы доставили иностранцев в отдел миграционного контроля УФМС России по Амурской области. Туда же вызвали представителя-работодателя. В 2014 году на набережной Амура у Ротонды состоялось открытие первого международного свадебного фестиваля. В нем приняли участие семь семейных пар – четыре из России и три из Китая. На открытии показали символическую свадебную церемонию, которая завершилась танцем молодых. Все пары фестиваля приняли участие в обряде, заполнили стеклянное сердце лепестками роз. В завершении церемонии участники запустили в небо белых голубей. Сейчас лето, второй месяц уже, кстати говоря. Мы не можем не спросить и попросить вас, чтобы вы прямо сейчас подумали, сели и вспомнили, за что вас мамы ругали в детстве, именно летом. Вот, Маш, ты за что получала выговоры от родителей летом? Ну, ругали меня мало, но вот как раз летом за то, что я гуляла позже, чем мне было разрешено. Должна была я возвращаться домой полдесятого, а хотелось задержаться, ну, хотя бы до полодиннадцатого, как, наверное, и многим нашим юным телезрителям. Ну да, выговоры я получала, и мама говорила, что когда я вырасту и выйду замуж, я буду гулять до стольки, до скольки захочу. Ну и как? Получилось? Нет! Ну что ж, мы решили спросить у прохожих на улицах Благовещенска, за что вас мама ругала летом? То, что поздно гуляли, да поздна, и все. Убегали, не слушали родителей, на самокатах, на велосипедах, без разрешения куда-нибудь заезжали, где-нибудь что-нибудь чудили, вот, лазили на заборы. Летом меня родители ругали, если я, например, промочусь в речке, даже не летом, а ближе к лету, и тогда вот меня наказывали, Наташа, ты там простынешь, еще что-нибудь, либо же, когда я врала. Честно, в детстве такое, приходилось кому-то соврать, вот, либо так же возвращаться с конторы, несешь испеченный хлеб, откусываешь этот мякиш, и идешь по дороге. За то, что я уходила рано утром гулять, и возвращалась поздно вечером. Я один раз уехал на велосипеде, бросил его, и вернулся без него, все. Чтоб по садам не лазил, яблоки воровали. Долго гуляем, как обычно, наше лето в Советском Союзе же, поэтому, не знаю, грязный приходил. Мама отпустила чистым, пришел грязным, неумытым, как поросенок. А так, вроде, у меня нормальное детство было. Есть новости о том, что нас с вами, друзья, ожидает очень, даже, можно сказать, аномально жаркий июль. Ну, наконец-то. Хотя я помню, что в мае мы с тобой вот чуть ли не каждый день, вот, прямо на этом диване рассказывали о том, что нас ожидает аномально жаркий июнь. Но, к сожалению, не случилось. Не случилось. Ну, есть интересная еще новость о погоде из Якутии. Ну, как из Якутии? Известная экологическая активистка юная из Швеции Грета Тунберг написала в своем суперпопулярном блоге о том, что в Якутии зафиксирована аномальная жара, плюс 38, и Грета просит весь мир обратить на это внимание, обратить внимание на изменение климата. Так вот, Грета не знает, что буквально через день в Якутии, не то чтобы пообещали жару, снег, вот у наших соседей обещается снег. И мне кажется, это тоже правда. С Якутией все понятно. Как обстоят дела с погодой в Амурской области и в нашем с вами Благовещенске, узнаем из нашего прогноза. В Министерстве сельского хозяйства завершается прием заявок на грантовую поддержку молодых фермеров. Программа эта работает уже на протяжении 8 лет. За все это время ее участниками стали около 180 крестьянско-фермерских хозяйств. Победителей назовут уже в конце июля. А вот о том, как фермеры, которые получили грантовую поддержку в прошлом году, смогли себя реализовать, давайте посмотрим сюжет Юрия Камышного. Процесс доения на этой ферме автоматически. Несколько минут и аппарат заполняется почти до краев. Одна такая краснопестрая корова с приливом галштина фриза дает в среднем до 20 литров молока. Молодые фермеры, шелевые, подбирали эту породу специально, заранее делая ставку на ее производительность. Молока они дают намного больше, чем наши. Про них поговорка, как у коровы молоко на языке. Вот их как покормишь, так они дадут. Обязательно должно быть хорошее кормление, рацион, то есть, ну, как бы, правильный. Вода в свободном доступе. У нас даже здесь есть автоматические поилки, мы сделали. То есть, ну, у них вообще вода в доступе. Сегодня в хозяйстве шелевых 10 таких элитных буренок и 8 телят. Коров смогли купить на средства областного гранта, который Любовь, как начинающий фермер, получила в прошлом году. Поддержка в виде 3 миллионов рублей дала серьезный толчок к развитию этого хозяйства. На эти средства закупили не только животных, но и построили стойло с доильным залом. Купили аппараты для доения, приобрели технику для заготовки травы. Животноводство, говорят жители Крестовоздвиженки, дело прибыльное. Их случай показательный тому пример. Сразу буквально. Ну, они вот начали, даются через 2 месяца примерно, как привезли. И все у нас сразу, можно сказать, деньги более-менее появились. Ну, то есть, это за неделю мы получаем, ну, как вот в Благовещенске, наверное, зарплату в месяц получают. Мы столько денег получаем за неделю. Ну, естественно, у нас есть растраты, затраты, конечно, и на лекарства затраты, и на корма затраты. Получить грант на развитие своего КФХ, говорит, любовь оказалась непросто. Нужно было представить не только бизнес-план, но и доказать, что ты действительно хочешь и можешь работать на земле. В первый раз ее заявку отклонили, но девушка решила не отступать. А тут опять, ну, у нас было, мы уже больше, у нас было 5 голов своих коров, телята были, то есть, поля. Ну, как бы подержали уже сколько, 4 года. Да, мы до этого 4 года уже продержали, продоили, уже прочувствовали, что это такое. И решили опять подать. Ну, уже мы, конечно, грамотно, мы уже... Ну, все бумаги собрали. Мы знали все права, мы все знали, все санитарные нормы, абсолютно, мы знали все. Начитанные были от АДАЯ. КФХ Шелевых – это не просто семейный бизнес. Они дают рабочие места своим землякам, на что в первую очередь и направлена областная поддержка, развивать сельское хозяйство и село. Планов у молодых фермеров из крестовоздвиженки много, и все они напрямую связаны с молочным животноводством. Мы хотим вообще расшириться, и мы хотим производство, производство молока, переработку, то есть, да. Потому что мы, ну, супруга, супруга, сейчас маленько там, ну, занимается переработкой. Ну, там по знакомым, там кто даже не знакомый, ну, как бы неплохо. Ну, как-то один другому сказал, и, ну, так вот расходится. Ну, неплохо вроде. С прошлого года в области стартовала еще одна программа государственной поддержки начинающих фермеров – Агростартап. Ведь желающих заниматься сельским хозяйством становится все больше, особенно среди молодежи. Юрий Камышный, Михаил Величкин. Амурское областное телевидение. Двенадцать амурчан зачислены на обучение в школу «Дальневосточный репортер». И в числе этих двенадцати счастливчиков главный редактор нашего телеканала Зинаида Плющ. «Дальневосточный репортер» – это большой серьезный проект, объединивший журналистов всего Дальнего Востока. И реализуется он благодаря поддержке аппарата полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Очень хорошая новость. Мы очень рады за нашего редактора и еще за одиннадцать счастливчиков, которые станут лучше в нашей профессии. Конечно, успехов им больших максимально. Мы тем временем запускаем очередной конкурс «Лето-лайф АОТВ». Он у нас привязан к нашему новому проекту, который так и называется «Лето-лайф», где мы вместе с вами будем выяснять, как же выжить из оставшихся нескольких месяцев лета свой жаркий максимум. Надеемся, что оно будет теплым, уверены даже в этом чуть-чуть. Да, даже если и будут дожди, мы ждем от вас фотографию о том, как же вы, интересно, всей семьей или просто самостоятельно проводите это лето. Как вы ловите бабочек, может быть, рыбу, может быть, катаетесь на скейте, а может быть, придумали какой-то интересный вид досуга. В общем, мы ждем ваши фотографии на наш редакционный WhatsApp, а также вы можете опубликовать их в своих аккаунтах Instagram под условным хэштегом. Конечно. Хэштег, как всегда, прост. «Лето-лайф АОТВ» без пробелов. Выкладывайте фотографию и немножечко рассказывайте, чем же вы занимаетесь этим летом. Победителей определяем совсем скоро, ну и, конечно, как всегда, награждаем призами. А прямо сейчас предлагаем прерваться и посмотреть новости на нашем канале. Оставайтесь с нами. Хорошая новость пришла из Японии. Ученые из этой страны разработали пластик, который сможет разлагаться за 4 года. Конечно, о достоинствах этого материала и о недостатках можно говорить долго, но новость-то прекрасная и опубликовали ее накануне в научном издании New Atlas. Так вот, кто придумал этот пластик? Это известный бренд, компания, которая производит электронику. И если они будут делать свои телевизоры, телефоны, часы и прочие гаджеты из пластика, который будет разлагаться так быстро, планета уже вздохнет с облегчением. Хочется добавить, что обычный пластик разлагается больше, чем за 100 лет. Это очень долго, поэтому берегите природу, друзья. Если мы соберем весь пластик, который выброшен, и переработаем его в тот, который разлагается за 4 года, то рано или поздно мы спасем планету от самих себя. Интересно, что производители этого материала предлагают его продавать в гранулах для любых других производителей, которые смогут засыпать эти гранулы в нужные формы и плавить его в то, что нужно. Вот такая замечательная идея из мира материальных ценностей. От новостей материальных к материям небесным. Что же каждого из вас ждет от звезд? И какой гороскоп мы приготовили для вас? Узнаете прямо сейчас. Гороскоп на 6 июля. Овны. Звезды советуют серьезнее относиться к своему материальному положению. Особый акцент на расходную часть бюджета. Если опустил кошелек, то срочно откажитесь от ненужных приобретений. Здоровье не на уровне, но снижать активность не следует. Тельцы. Оказывается, половина проблем возникли по вашей вине, но мучить себя уже поздно. В любовной сфере одолеет блажь, но мимолетная. Старайтесь задуматься о семье и детях, чтобы не разменивать чувства. Близнецы. Легкая романтическая грусть негативно повлияет на работу. Темп снизится до нулевой отметки. Попытайтесь взять себя в руки. Не исключены трения с коллегами. Больше молчите и спокойно трудитесь. Охотно беритесь за бытовые дела. Раки. Лето короткое. Отдыхать нужно полноценно. Больше двигайтесь и ходите пешком. С вредными привычками расправляйтесь лихо. Не переедайте на ночь и пейте меньше. Львы. Замечательный день для отдыха. Хорошее настроение не покинет до вечера. Финансовые проблемы быстро разрешатся, если отложить часть заработанных денег на личный счет. Девы. Посвятите большую часть времени решению бытовых проблем. Для этого есть и финансы, и силы. В любви ищите компромиссы, чтобы сохранить отношения. В работе все стабильно. С коллегами ведите себя достойно. Весы. Звезды рекомендуют во всем соблюдать осторожность. Даже мелкие промахи и проблемы могут создать барьер для скачка в карьере. Полезными и занимательными окажутся встречи с друзьями. Появится желание одарить их не только комплиментами, но и презентами. Не бойтесь потратить больше, чем нужно. Скорпионы. Сегодня посвятите день семейным хлопотам. Вы осознаете, что духовные ценности – то, что вам нужно и поистине дорого. Материальная сторона жизни улучшится без промедления. Благодарите близких людей. Стрельцы. Вам нужно быть на чеку, чтобы не вляпаться в неприятную историю. Особенно, если в отношениях с избранником не все гладко. Небольшую опасность для здоровья несет переутомление и переохлаждение. Козероги. Срочные меры предстоит принимать в бытовой и финансовой сфере. Если не решите прошлые проблемы, то попадете в жуткую историю. Шопинг отмените, он не прибавит настроения. Водолей. Вам сегодня устроит разбор полетов близкий человек. Сплошные упреки, критические замечания и обидные слова. Абстрагируйтесь на что-нибудь легкое и увлекательное. К примеру, вспомните про любимое хобби. Рыбы. Будете весь день заниматься самокопанием, причем наружу вылезут скверные привычки и комплексы. Помочь прекратить эту затею поможет друг. Спокойные беседы по душам пойдут только на пользу. Из-за пандемии сейчас не просто всем, но особую нехватку рабочей силы испытывает строительная отрасль. Есть предложение, как эту нишу заполнить. Об этом сегодня, а также о многом другом поговорим с руководителем Амурского колледжа строительства и ЖКХ Евгением Терлаковым. Доброе утро. Доброе утро, Евгений Александрович. Начнем с того, что вы новый директор в колледже. Это ваш новый учебный год первый. С каким настроением пришли? Чего хотите изменить? Настроение боевое. Во-первых, продолжая традиции, которые создавались в этом колледже, модернизировать образовательный процесс, который сейчас каждый день меняется. Он приобретает конкретные навыки, это скилсы, сейчас модно говорить, в том числе и по стандартам WorldSkills, собирая стандарты иностранные, то есть мы ИСОшная система стандартизации. И, конечно же, нашей традиции берем опыт, который у нас есть, участвуем в программах федеральных целевых по направлению молодые профессионалы. И там есть такое понятие WorldSkills, Junior WorldSkills, учим молодых специалистов, учим детей. Ну и, конечно же, хотим начать переподготовку людей, уже имеющих специальность, имеющие образование, ну и, конечно же, уже давно не студентов, а готовить их, занять рабочие места на наших стройках, которые места рабочие сейчас высвободились, они высвободились по определенным причинам. Нам пора взглянуть, наверное, на наши трудовые ресурсы, которые есть в области. Мужчины, женщины, которые готовы сейчас работать на стройках в системе ЖКХ, на высвобождающихся местах, которые до этого занимали иностранные граждане традиционно. Амурчане вообще воспринимают информацию, понимают, что это нужно, пользуются ли популярностью переобучения. Или идея только пришла. Вы знаете, есть вполне сформированная проблема, есть механизмы, как это решать. Есть люди на территории области, которые, может быть, хотят приступить работать, но у них нет компетенции современных. Их просто нужно взять, донести информацию, что сейчас для них конкретно есть работа. Если у них нет компетенции, мы их научим. Сейчас основная задача как раз соединить человека с учебным учреждением и с предприятием. То есть это такой тройной союз предприятия, учебное заведение и непосредственно человек, житель области. А научим чему? Переподготовка по каким направлениям может быть? Ну, сейчас наиболее востребованные строительные специальности, это, конечно же, каменщик, штукатур, плотник, бетонщик. Те, на самом деле, простые, на первый взгляд, простые навыки, компетенции, которым все равно нужно научить. Ну и к тому же людям нужно объяснить, что сейчас, работая руками, можно вполне достойно содержать свою семью. Ну, каменщики зарабатывают больше нас, тут неизбудно. Профессия нужная и важная. Скажите, пожалуйста, а переобучение это платное? Сейчас мы пытаемся сформировать экономическую модель. Скорее всего, она может быть как с двух источников, это работодатель и непосредственно сам работник. Возможно, мы придем к какому-то субсидированию государственному, потому что буквально вчера премьер-министр обозначил эту проблему и готов, я думаю, поддержать эту отрасль. Ну, будем ждать. Думаете, когда запустится? Мы уже озвучили свои предложения в профессиональном сообществе. Проблема обсуждалась уже на уровне министерства. Я думаю, что в ближайшее время мы, точнее, уже начинают поступать предложения от работодателей. Сейчас остается только, наверное, формировать группы, рекрутировать население. Нужно выработать сейчас сам механизм информирования потенциальных курсистов, потенциальных работников. То есть это вот новый учебный год, скорее всего? Ну да, конечно. Это точно этот год. Так как новый учебный год совсем рядом, давайте немножко поговорим про приемные компании. Сколько специальностей, кого вообще у вас там ждут, сколько бюджетных, сколько платных мест? Специальностей много. Основные все равно это касающиеся строительства, это архитектура, потом у нас гостиничное хозяйство есть, эксплуатация дорог. Ну, много на самом деле специальностей. 350 бюджетных мест плюс еще дополнительный набор на договорной основе. То есть, ну, считайте, больше 450 человек мы каждый год набираем. После девятого класса приходят ребята? Молодые люди могут приходить после девятого класса, также есть прием после одиннадцатого класса. Они поступают, могут на второй курс, но есть разные программы и девятый класс, и одиннадцатый класс. В этом году из-за пандемии набор студентов изменился, да? Документы подают онлайн. Как у вас происходит? Тоже онлайн? Ну, конечно. У нас создан определенный ресурс. Это сайт колледжа? На сайте колледжа можно зайти, есть вкладка абитуриенту, есть вкладка «Подать заявление», и электронная форма. Система очень четко, понятно, заходите, скачиваете заявление, загружаете туда свои документы в виде сканов, автоматически система добавляет вас в список абитуриентов. Если проходной балл достаточен для того, чтобы вы пошли на бюджет, вы поступаете на бюджет, если нет, вы поступаете на договорную основу, все работает. А до какого числа нужно подать документы, и когда будут известны результаты, когда зачисления? Зачисления, конечно, с 1 сентября мы начинаем, но приказ, документы подаются до 25 августа, потом мы до 1 сентября подготовим приказ, и молодые люди 1 сентября начнут учиться. А они поступают без экзаменов? Давно уже экзаменов нет, молодые люди поступают по рейтинговой системе на основе своих аттестатов. В этом году оценки выставлены посредними, то есть нету ГИА, но все равно рейтинговая система, она остается прежней, она работает. Единственное, есть специальности, например, архитектура, где есть вступительные испытания, это как, например, рисунок, да, потому что без этих компетенций, ну, наверное, архитекторам быть невозможно. А уже известно, учиться будем с 1 сентября, или есть вероятно, что учебный год могут перенести из-за пандемии? Я верю. Я верю, что 1 сентября мы начнем учиться, и искренне хочу, чтобы так и случилось, но так оно и будет, наверное. Будем надеяться. А как вот получается? Какие специальности, профили наиболее модные, и вот на какие не идут люди, а хочется, чтобы шли? Вы знаете, современный абитуриент, наверное, он поменялся, он стал более прагматичный. Молодой человек для себя сейчас формирует очень четкие позиции, сколько стоит его время, и какое материальное обеспечение даст ему профессия. Исходя из этого, многие принимают для себя решение получать первое образование, это среднее специальное, профессию, которая будет кормить его и его семью. И, конечно же, строитель, сварочное производство, у нас ГПЗ, у нас газопереработка, транспортировка, где все это достаточно хорошо оплачивается. Молодые люди, получая данную профессию, уже на последнем курсе, проходя производственную практику, по факту уже трудоустроены на то производство, на котором он проходит эту практику. Уже на расхват. Уже на расхват, да. Отсюда человек, понимающий, какую профессию он получил, наверное, более осознанно пойдет получать высшее образование. И будет более компетентным, эффективным специалистом, но самое главное, он будет финансово независимым, потому что он уже будет получать заботную плату. Что нового появится в образовании, какие нововведения, расскажите немножечко, пожалуйста. Ну, наверное, современная ситуация научила нас давать детям по новому информацию. Конечно же, теоретическая часть все больше будет уходить в онлайн. Современный педагог будет обладать гораздо большими компетенциями в направлении онлайн-образования. Ну и, конечно же, нам необходимо получить навыки работы руками, так сказать, скиллсы. И для этого мы создаем новое материальное обеспечение образовательного процесса. Это и новые тренажерные центры, новые модули. Например, модули для проведения демонстрационного экзамена по электромонтажу. То есть это оборудование, на котором, может быть, даже завтра начнут работать наши работодатели, предлагать нашим студентам работать на этом оборудовании. Мы идем немножко на шаг впереди. Мы зашли в национальный проект «Молодые профессионалы» и готовим четыре площадки суперсовременных, которые, наверное, тоже только будут появляться. Это оборудование на производстве в сфере ЖКХ и строительства. Мы сейчас стараемся бежать на шаг впереди наших работодателей. Я думаю, это правильно. То есть первое – это цифровизация образовательной среды. И второе – это усиление материально-технического обеспечения образовательного процесса. Именно тех материалов, которые позволяют получить навыки работы руками, профессию. Здорово, когда можно пощупать то, чему ты учишься. Хороших вам студентов. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня. И хорошего нового учебного года, который вот-вот настанет. О чем говорили о мурчане в социальных сетях, знает Марьяна Геворкян. И уже готова рассказать каждому из вас. Свободный отстоял Гайдая, шимановцы роняют столбы, а в Белогорске черпают лужи лопатой. Здравствуйте! В эфире «Область в сети. Как и чем живет при Амуре» в инстаграме расскажу я, Марьяна Геворкян. И сегодня в программе все самое интересное за неделю, что вы публиковали, лайкали и комментировали. Урожай, которого не будет. Жители амурских сел рассказывают в соцсетях, как их подводит погода. Ливни затапливают не только многострадальные дороги, но и приусадебные участки. Своей болью поделились жители одной из улиц села Паярково. Эти кадры мы разместили на инстаграм-странице Амурского областного телевидения. Бьемся уже не первый год, чтобы от нас убрали эту воду. Вот клубника, одни верхушки, там капуста уже повяла. Все, везде вода. На большую воду жалуются и жители села Албазин Казавитинского района. Приусадебные участки страдают от наводнений здесь уже больше семи лет. Но каждый год люди садят огороды в надежде, что повезет, подписали авторы публикации. Непростая ситуация после ливней была и в селе Константиноградовка Ивановского района. Затопило людей. Спасаются. Перекрыли дорогу. Не можем уехать в Благовещенск. А жители Свободного в соцсетях встали на защиту единственного в городе кинотеатра имени Гайдая. Владельцы решили его закрыть. Из-за пандемии здание простаивает. Областная налоговая отказывает в субсидии. Денег его содержать уже не осталось. Кинотеатр нам нужен. Как же без культурной жизни? Пивнушки открывать можно, а кинотеатр должен закрыться. Активно комментируют люди. И пишут петиции к властям. Им в поддержку даже высказался известный актер Гоша Куценко. Жители Свободного хотят ходить в единственный кинотеатр в городе. Спасите кинотеатр. Сделайте доброе дело для кинематографа. Кстати, после большого отклика в соцсетях, областные власти решили таки найти варианты и помочь культурному учреждению. Лето в разгаре, несмотря на погоду. Будем надеяться, что у всех у нас получится взять от него максимум. Мы желаем вам отличного продолжения понедельника, как всегда. Ну и, конечно же, продуктивной недели. Отдыхайте, работайте, уделяйте время себе и вашим замечательным семьям. В студии с вами сегодня были Маша Красилова, Руслан Гладышев. Всем отличного дня. Да пребудет с вами сила. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин